МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Вначале о главном. В Беларусь-Вьетнам. Рост взаимной торговли и перспективы сотрудничества. Президент принял представителя официального ханоя в Минске. Мощный взрыв прогремел в столице Таиланда. Погибли 12 человек, десятки ранены. Прощание на сцене сегодня в Минске в последний путь проводили народного артиста Беларуси Сергея Журавля. Истяк-Харатник у Полоцкой Софи перестал бить источник с целебной водой. Засухо дает о себе знатий на севере Беларуси. Между Беларусью и Вьетнамом нет никаких препятствий для развития торговых отношений. Такое заявление сделал президент на встрече с послом этой страны. Дон Ван Май завершает свою дипломатическую миссию в республике. Александр Лукашенко поблагодарил представителя официального ханоя в Минске за работу. Вьетнам – важный партнер нашей страны в азиатском регионе. Беларусь крайне заинтересована в расширении сотрудничества с Вьетнамом во всех областях. Вьетнам – одно из крупнейших государств не только региона, азиатского региона, но и нашей планеты. 90 миллионов населения. Процветающий район, стратегически важный регион. Я не единожды посещал вашу прекрасную страну, и мы радуемся за вас. Я уверен, что в ближайшие десятилетия Вьетнам будет в ряду самых развитых государств мира. И выстраивая с вами отношения, мы хотели бы участвовать в этом бурном развитии. В свою очередь, мы готовы сделать все для того, чтобы интересы Вьетнама были представлены здесь, в центре Европы. Наши преимущества, вы знаете, тем более мы подписали от имени Евразийского экономического союза с вами договор о зоне свободной торговли. Думаю, препятствий для того, чтобы развивать торгово-экономические отношения сегодня нет. Я благодарен за оценку моей работы в качестве посла. Мы рассчитываем, что ваш визит в нашу страну, который планируется в конце этого года, поможет еще больше продвинуть сотрудничество. Плава белорусского государства уже дважды посещал Вьетнам с официальными визитами. Пока общая экономика явно отстает от уровня политического диалога, странам по силам ввести несколько общих проектов, которые могут стать показательными примерами сотрудничества. Товарооборот стран сегодня оценивают в 170 миллионов долларов. Это рынок сбыта для отечественных удобрений, грузовиков, шин, тракторов, самосвалов, лекарств. Во Вьетнаме работает сборочное производство Минского автомобильного завода. Между странами действует программа экономического сотрудничества. Сегодня белорусские военные направляются в Пекин. 85 военнослужащих из роты почетного караула 3 сентября примут участие в параде в честь 70-летия победы над фашизмом. Помимо торжественного шествия и обширной культурной программы в столице Китая, тематические выставки, международные семинары и гражданские панихиды по жертвам войны пройдут по всей стране. В параде будет задействовано около тысячи единиц бронетехники, артиллерии и ракетных комплексов различного назначения. Впервые будут присутствовать и главы иностранных государств. С радостью приняли это приглашение, организовали подготовку к данному мероприятию. Ездила реконструкторная группа непосредственно в Пекин, где на месте определились по составу, участникам, условия какие, прохождение, полностью все. И организовали подготовку. Беларусь и Китай постоянно расширяют двусторонние отношения в военной сфере. Ежегодно проходят совместные тактические и антитеррористические учения. Мощный взрыв прогремел в столице Таиланда Бангкоке. По последним данным погибли 12 человек, еще 20 получили различные травмы. ЧП случилось в туристической части города, где расположены крупные магазины и главный индуистский храм. На месте инцидента работают медики, спасатели и полиция. Организуются полевые лагеря, где всем нуждающимся будет оказана первая медицинская помощь. Значит, расследование происшествия одна из главных версий – теракт. Возможно, взрывное устройство было заложено в припаркованном на стоянке автомобиле. Однако, не исключено, что ЧП произошло из-за взрыва баллона с бытовым газом. В Донецкой и Луганской областях не утихают взрывы и выстрелы. Наиболее сложная ситуация в Горловке, Авдеевке, Тельманово и Первомайском. Сообщается о гибели пяти мирных жителей. Еще 14 ранены. Повреждены несколько жилых домов. Также один из снарядов попал в здание школы на окраине Донецка. Из-за постоянных обстрелов не удается закончить ремонтные работы на фильтровальной станции. Поэтому большая часть города до сих пор остается без воды. Жители Донбасса обеспокоены гуманитарной ситуацией. В городах и селах не хватает топлива, медикаментов. Есть перебои с поставкой продовольствия. Плохая погода мешает поисково-спасательной операции на месте крушения пассажирского самолета в Индонезии. Поиски пришлось установить до завтрашнего утра, так как сильный туман и ветер не дают спасателям работать. Видимость в зоне, где разбился авиалайнер, составляет всего два метра. Такие погодные условия чреваты новыми трагическими последствиями. Напомню, воздушное судно разбилось накануне днем неподалеку от границы с Папуановой в Винеи. Всего в 10 километрах от аэропорта, в котором должно было приземлиться. Самолет, на борту которого находилось 54 человека, пропал с экранов радаров спустя полчаса после вылета. По предварительной версии он врезался в гору. Крупное ДТП в Краснодарском крае России. По Дармавирам перевернулась маршрутка, в салоне которой находились 20 человек. Авария унесла жизни двоих. Еще 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Состояние нескольких крайне тяжелое. Инцидент произошел это и ночью на пути из Еревана в Анапу. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Что стало причиной ДТП, пока точно неизвестно. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за превышения скорости. По Бразилии прокатилась волна протестов. Жители страны выступили с недовольством против политики президента Дилма Руссев. Люди требовали ее отставки и реформирования экономической системы. Всего в демонстрациях приняли участие до 2 миллионов человек. Эта акция протеста стала самой массовой за последние годы. Дело в том, что экономика государства находится в глубоком кризисе, преодолеть который в ближайшее время вряд ли получится. Польша приходит в себя после мощного шторма. Стихия обрушилась на юг страны. Сильный ветер валил деревья и рвал провода электропередачи. Оказались разбиты десятки автомобилей и окна жилых домов. Потоплены дома и частные подворья. Также многие населенные пункты остались без света. Для разбора завалов на улице вышли сотни спасателей. К уборке привлечена спецтехника. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки непогода не покинет Польшу. Екатерина Масеенок, телекомпания СТВ. В Беларуси намолочено без малого 8 миллионов тонн зерна. Четвертая часть всего урожая собрана на полях Минской области. Регион удерживает лидерство по валовому сбору. В целом земледельцы близки к завершению жатвы. Меньше всего остаются работы на полях Гомельщины, Брещины и Могилевщины. В Гродненской и Минской областях убрано более 90% площадей. Витебские аграрии, приступившие к жатве позже всех, также сохраняют высокие темпы жатвы. Сегодня здесь уже намолотили миллион тонн зерна. К первому сентября в Беларуси откроют три новые школы. В Пинске, Гродно и в Минском микрорайоне Лебяжи. Всего в стране учеников ждет более 3200 учреждений образования. Здесь уже сегодня обновлены классы, отремонтированы санитарные комнаты и пищеблоки. С нового учебного года в старших классах вводится профильное обучение. Еще одно изменение – в программе появится предмет искусства. Пятиклассники будут изучать отечественную и всемирную художественную культуру. В Минске простились с народным артистом Беларуси Сергеем Журавлем. Гражданская панихида прошла в Купаловском. Отдать дань уважения любимому актеру пришли сотни людей. Все с цветами и памятью, а всегда улыбчивым и открытым Сергеем Борисовичем. Публика еще долго не забудет его великолепные роли в таких спектаклях, как «Ужин с придурком», «Торцюф» и «Пантадеуш». Не менее знаковыми были работы Сергея Борисовича и в кинематографе. «Мужчины не плачут», «Массакра», «Снайпер» и многие другие. Также Сергей Борисович долгое время был голосом телеканала СТВ. И не только. Его можно было увидеть и во многих проектах, где актер представал в разных, но всегда ярких и запоминающихся образах. В последний путь актера по традиции проводили долгими аплодисментами. Не каждый партнер, который по театру, по сцене, может стать тебе родным. А он, Сергей, стал неродным. Звучил в нас театр, сцена, не только Купаловская, а и Энтреприза. Я был счастлив, что и он был. И были счастливы эти тысячи, сотни тысяч глядовщиков, которые сегодня пришли развитаться с ним, и каким он подарил столько счастья. В каждой роли, которую он сыграл, по крайней мере, это было все на моих глазах, он был необыкновенно ярким. Такого актера, чтобы он обладал возможностью создавать такой острый, неповторимый рисунок, в котором было все. И трагедия, и фарс, и комедия, и гротеск. Он ходил по краю все время, по краю жанра. И это восхищало, потому что это было неповторимо. Боюсь, что такого актера у нас больше нет пока. Соболезнование родным и близким народного артиста выразил президент Беларуси. Похоронили Сергея Журавляна в Восточном кладбище в Минске. В Полоцке пересох целебный родник возле Софийского собора. Источник давно стал достопримечательностью. Он находится на склоне, ведущем к святыне. Родник не замерзает зимой, и до этого никогда не пересыхал летом. С начала августа в Полоцке, впрочем, как и в Витебске, выпало менее миллиметра осадков. При месячной норме в 76. Засухой сейчас подвержены все регионы страны. На юге Брестской области сохраняется наивысший пятый класс пожарной опасности. Дождей не будет и в ближайшие сутки. Средняя температура воздуха на этой неделе прогнозируется ниже нормы. Бочки с квасом пропадут с улиц Минска. Санитарные службы уже приостановили работу более 20 предприятий, занимающихся продажей кваса. Специалисты считают, что такой вид торговли устарел и не соответствует нормам. Определенные проблемы создают и нелегально установленные торговые объекты по продаже этого напитка. В центре внимания «Дети» сегодня в стране стартовала республиканская акция, приуроченная к началу нового учебного года. В людных местах, а сегодня это магазины, где продают товары к школе, детям расскажут о пожарной безопасности и бесплатно раздадут календари с номерами телефонов экстренных служб. Также можно будет увидеть боевую экипировку спасателя, огнетушителей и автономные пожарные извещатели. Такая акция напомнита о проблеме травматизма и гибели детей, которые остаются без присмотра. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск новостей в 19.30. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.